ну сегодня утром мы решили разобрать ситуацию мы сидим сейчас вот завтракали утром и гнать еще никита и я вот он громче плохо слышу ира утром создалась такая ситуация сидели завтракали вот я попросил никита у нас ягода есть свежеморозном разморожен они портятся грунт надо их тоже есть он только ел одно варенье я ему несколько раз повторил г-чета меня заставляешь это делать тогда я пришлось к вам обратиться что он не слышит он не хочет к лице притом это было уже не раз что-то где-то какое-то он так-то слушается но почему-то всегда как-то бурчит про себя что вроде как я им команду хотя его все время только прошу ему не заставлял несколько раз там дело как я тебе сказал и все на этом попросила я вижу что недовольно все я уже дальше не иду дальше этого мы сегодня 31 октября 15 года мы только что позавтракали на сытый желудок разговор за столом вас там не хотел вообще говорить потому что я знаю что и у меня бывает такое же по отношению к вам но вот именно сегодня вот а вот так вот произошло утром что вот уже к лице не вытерпел пришлось сказать обратиться как никита володя говорит правду правду с володи закончены я даю ну а ты как сам считаешь это правильно твое поведение нет у меня был такой один он я говорил как он он не хочет чтобы кто-то был на старшем если оставляю группу два человека обязательно ставить старше с кого я спрошу от веники вязали и одна девчонка подошла это а нюра была с казахстана нынче а может я буду старшим а там три ребенка можем у себя будет спрос ну и ты у них веники то перемешал все ты перемешал их кто сколько сделал я должен был посчитать и не веники вязали ребятишки то маханьки совсем я хочу всякому ремеслу я не просто в лагере кормлю их а что было интересно они росли развитыми они буквально все знают и мирское мы говорим о событиях какие есть вот герман стерлинга убежал я тоже даю объясняю что за человек что с ним случилось и и там разные разные где-то и они некоторые как вот нынче местор старше и он активный такой и когда делали там где молиться отдельно мне молитвенное городе я убрал с собой он выдвинулся инициативы свои это уже надо на учет брать у тебя этого нет у меня был один такой волков слава ну еще из этого не получилось и мы просто расстались и он ушел из общины все везде цепляется цепляется игру тебя характер старообрядческий тебе надо туда идти к ним и он пошел туда мы сами отправляем а там у только начало у старообрядцев живо разговорка хочу они выйдут пойдем поговорим и под микитки под микитки под бакой кончил разговор то у них на этом деле горит как же не всегда в субботу пропилактику давать она будет ходить по одной плашке у нас этого нет тебе вот володя старше старше по возрасту володе 37 тебе лет 7 7 тебе 26 а так по 27 27 ну понятно кроме того володя здешний володи все подписано вот это что у меня есть по завещанию по завещанию и это дом усадьба тут два дома и но не продать ничего жить принимать гостей и прочее я его конечно выделяю оставлял даже его он был рабочим долго в лагере потом воспитателем потом старшим а потом я уехал он вместо начальника лагеря был даже и все в него отошел благополучно вел занятия вон и а грамотежки то никакой нету но считает хорошо старательный мод работник он практик где-то я тебе против него основания никаких нету как-то восставать за старшинство но я тебя поставлю этого пробовал ты стоишь и ничего нету но володя но володя стоит ночью команду говори что брать что тащить ничего нигде нету это нехорошо если у тебя это будет повторяться у меня разговор очень простой это это как тоталитарно тоталитарно у нас близко этого нету мы исследованы ничего тоталитарного нету полная свобода я тебе полную свободу и и до свидания устраивайся на работу живи и как что где-то приходи молиться не нравится молиться поезжай там к дудину попом тебя сделают проще то есть полная абсолютная свобода так я всегда говорю так тебе не закрыто выехать отсюда нет у тебя ничего не отняли ни паспорт не деньги нет не отняли ничего все у тебя при тебе то есть ты выехать можешь тебя не заблокировали здесь нет нет что это на тебе пашут и прочее зачем ты это поясни зачем ты это володя сказал вот володя ставит на стол что я то и ем я подчиняюсь вот команды за столом он поставил варенье я взял он поставил ягоды я взял вот вы когда уходите володя на столе оставил я наелся у него помидоры у нас такой рецепт помидоры красные на нарезанное с луком растительное масло и соль четыре компонента он так и делать мы привезли зеленая туда спевает конечно они уже не то что на корню но она стала уходит и говорит ешьте я наелся не хочу уже застала вылазить один днем на володе сказал помидоры эти есть я толкал чашку и один раз почерпнул думаю придет он спросит с меня ел или нет я скажу ел ел я не хочу но я поел у меня послушание абсолютно как-то жена стала что-то говорить о давай сегодня ты командира я буду подчиняться она испугалась этого ну да один день давай проживем ты команды а чё я буду исполнять что говорит я по закону глава ты жена так и здесь ты судишь сам себя или не судишь за то что так отношения портишь с володей сужу сужу я тебе сказал сегодня ты попросишь по у него прощение поясным поклоном потому что суббота земного нет а в понедельник земным поклоном ты согласен согласен согласно попроси у него прощения прости меня брат вова мог простить брат ты меня прости раиса тоже я попросил прощения тоже у меня не скрывают да что потому что если он с тобой не команду это я с тобой все время не могу быть значит отсюда вывод ты его не слушайся с ним на работу никуда я тебя отправлять не буду а а тут делать нечего одного хватает тунеядцы как я я сижу вот я не делаю володя придет там снег кидать я выхожу и на раз там лопатой там где-то тоже что-то кидаю дрова таскать не стал это вы это только с володей уходит даже я не говорю что он стал всегда старший ты делаешься старше и он старше идет и кроме того он все знает и умеет если ты так будешь капризничать я до володи тебя вообще не буду допускать чтобы тебя не раздражать но сидеть у меня без дела не будешь утром ты выходишь сам город идешь ищешь работу и дальше все остальное из этого вытекать тебе это надо мы сделаем прямо сейчас это с володей ты не будешь никуда больше ходить не мыться ничего она если ты начнешь еще дальше эти то есть я выделю выделю тебя совершенно отдельно чтобы у вас не было нигде никакого столкновения тебе первые дни нравится как ты был или которая сейчас как ты относишься что оперился ты теперь уже себя чувствуешь выше володи и прочее какое время тебя лучше вернуть тебя сегодняшнего дня к тому как ты приехал какой был или какой-то сейчас такой же гоношиться начинаешь я специально говорю мирские слова чтобы там дудин увидел что я живой человек мысли вернуть так вернуться духовное состояние отношениях володи какое было первые дни или какой у тебя сейчас устанавливается что ты уже не соглашаешься а что ты командуешь чтобы это ты уже сегодняшний сегодняшний явно что ты не тот что приехал там у тебя этих слов не было это и беспрекословно выполнял и володя худом и не научит это тебе сто процентов и гарантии даю не буду же с тобой сидеть все время у меня сегодня запросов сколько материала встречи я просто не имею возможности сидеть и тебя за руку водить да и не надо я главное дал тебе материала у тебя есть в какое состояние хочешь вернуться сейчас ты в первом начале как приехал в ваших отношениях или на сегодняшнем ты достиг этого отвергаешь его значит я тебя за столблю на этом положении то что было что было первоначально ты благую счастье сбираешь за себя я прошу больше нигде не возникай а то говорит воскресился такое выражение есть как крыса бывает где-то не надо этого у нас два кота не поладили тот гонял этого мы этого отделили кота отдали теперь он и виктора тот один остался теперь один на морозе мороза будет 40 градусов суровая зима обещана у него будут хвост отморожены уши если до касается живой потому что у него мама мало шорстный вот такой-то а его к себе взять они не могут я сейчас буду за него ходатайствовать а он того обижал гонял он боялся около паниковала зимой жили вместе ведь и скажу что принеси его когда он отощает совсем чтобы не погиб кота хороший вот это я от тебя отношу и понятно значит ты все время спрашивала еще дальше делать когда меня нету когда здесь ко мне подойдешь мы сейчас идем что за какая какой у нас труд сегодня намещается суббота песок набрать песок надо сейчас какими-то он застынет сыра сейчас а нам зимой требуется печки ремонтировать в какие-то отдельные пакеты наложить его из-за потерявки им привезли два мешка глины глина тоже может застыть она сырая иначе бы скорее надо ее у компоновать какие-то чтобы зимой надо печку ремонтировать взял ну там сколько не знает пригоршни 2 больше 3 не надо где-то это первое дальше уголь привезли очень хороший и большие огромные камни их надо разбить но это пласты у каменного угля их надо разбить разбить залезте в углерка на открыто все там высота такая вот всего только расстояние в уголь шагнуть и там молотком разбить или там но кувалду у нас и да там кувалду не надо вот так ложить и смотреть где слои и прям по слоям бить они слоя слоями не поперёк слоя бить а по слою она слоями идет как деревья не слово временного потопа они налагались друг на друга и так каменный уголь образовывался сделаешь сделаю сделаю дальше сегодня тебя ждет михаил педорович по компьютеру что ты распоряжаешься и я тебя туда отпускаю я не знаю с володя пойдешь и родина потом помыться а там уже вечернее богослужение она четырех у нас распорядок примерно вот такой принимаешь да ни слова не не духом не слухом не брюхом не противоречит володе он поставил не варенье больше ему не давать ты уже ведешь себя неправильно с вареньем варенье только когда ты ягоды сидим свежемороженные хорошие ягоды у тебя вкус испорченный варенье с сахаром и он на крайний случай вот люди едят консерва разная жириновский владимир борьбович правильно говорит это на войну отрава приготовлена когда есть нечего а сегодня чего ради когда можно пойти поймать рыбу купить свежемороженую рыбу и также ягоды варенье это на тот случай что у нас ничего нету хорошо понял до варенье берешь только с моего разрешения когда сидим ягоды эти вот этого во дворе у нас растет калина она уже подморожена брать или не брать свободе посудите не надо набрать пока она еще здесь и начать и прилетает киса сверестели они сидят вот сегодня маленький такая как назовем корректировка положение ко мне какие претензии ну какие то вы скажи сейчас выскажи чем-то недоволен там ты тебя давят не дают тебе свободы какой-то развиваться не дают работы не дают денег еды там что постирать бы вещи стоит много вещей надо постирать но постирать надо постирать такое значит нужно порошок или что там купить пойти к татьяне кузьми нише старшая сестра куда мыть 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 мы ходим у нас тут ничего не частный домик то и попросить чтобы она помогла тебе зарядить ты не отходи она не даст тебе она будет сама все делать и ходите туда у нее не обедать и сколько дома поели вот мы только поели пришли час прошел ну ясно дело что еще пищи то не провалилась даже она все равно за стол заставит сесть она настолько приветливая где какая бабка болеет она туда и ночует там и везде она старшая сестра криш какая как какая у нее любовь какая-то издал потреблять этим доверчивостью любовь не надо за стол не садиться если вы откуда пришли до обеда уже и не поели теперь их от нее кому-то тогда можно съесть когда в этом нужно у нас все есть я не сажусь и вы не садитесь подожжайте мне я никогда вот марина жила за стенкой это моя комната рядом надежда васильев живут она мастерис она какое-то тут предприятие банк и они ее свободное время на готовила и каждый день она носила в этот банк этим рабочим служащим то я не еще там платили ну я как-то здесь приехал и она меня решила накормить но через стенку живет в моей квартире 14 лет я никто не рубля из них не взял но могу я пообедать ну ну ладно сел чтобы не сказал один раз чтобы не сказала что я пренебрегаю прекрасный готовит очень хорошо готовит я так прикинул сколько это стоит я вытащил деньги в два раза больше и заплатил по ресторанной цене и я отдал и мне это очень накладно денег у меня нет я сам себя наказал и больше я никогда за стол не сажусь все но один раз я показал я не пренебрегаю а батюшка там все время обедал там картошку завозил мясо все батюшка туда завозил они готовили он там питался сейчас он у себя там комнатушке ему сестры приносят лишь как надо ориентироваться смотреть на это дело и так полу мы собираемся уходим спаси христос что ты не скрыл и не скрывай какие будут у вас где-то неурядицы мы сразу разрулим это дело я знаю как это делается если человек стесненный где-то я ему даю полную свободу и он сам говорится решит спрашиваю чего с чечнёй делать меня вопрос задавали свободу дать ей но оградить железным занавесом и все кончилось дать им свободу конечно не к турции внутри государства и и все кончилось не надо воевать было ничего как живо хорал неру тому силу ганди мирным путем и все они сами придут и скажут нам плохо без вас примите нас русские братья не старшие никакие попутно сказать мы когда ехали благовестие и уже маршрут был через чечню ой какие в интернете были советы там какие-то сектанты православные знатные люди только не ездить и вы не знаете что там делается вы не представляете какие там люди там только головы режут я говорю а бог ну вам-то все равно уже вас не удержишь вы упрямец такое но этих то зачем берете губите людей то мы ездили туда не один раз а три раза я скажу что мало где так принимают людей как чечне думаю что хорошее хорошее во всех отношениях и молодежь хорошая и никто нам голову не резал нас встречали они ну-ка шугни его ну-ка уходи это залез тут хлеб сушат солнышный у какой хозяин нашел у меня мнение свое я не опровергаю то что люди говорят нам говорили будете в швеции там собаки придираются пограничники но мы заехали здание но может быть и так но на нас не срабатывала в польше такие дороги там то другое нигде так легко мы не пересекали границу из россии как в польше нигде особенно нам много печали доставила когда мы были в азербайджане нигде хуже нет по 16 часов стояли и все прикапывается отдельно машину загоняет выпускают мы из армении сначала из армению тогда не было у них нет они нет нет пропуска в азербайджан надо снова вернуться было в грузии из грузии заехать с тамошним ккб встречались нет где мы были сколько часов с кем разговаривали где ночевали это мы ничего не до библиотеки доехали выехали у себя есть севастийска там севанское озеро там мы рядом около поехали маленько там и речка течет коров пасут мы там ночевали чего они там я не знаю ну ну может быть по отношению нас только так по одному факту нельзя судить и где нам говорили где какие опасности в польше дорог нету и там такие привязки ничего этого не было прекрасно она вот так раз взяла паспорта наши и прошли не проверки ничего нету а дороги прекрасно ну берут деньги часто останавливать самые крохоборы это греция пока доехали до своих кажется 14 шлагбаумов и 14 раз нас пропустили по грузовой машине мы платили платили да у нас евро не хватает батюшка позвонил дайте им еще 500 евро я рассчитаюсь потом а у них больше никакого производства то ли ничего нет нигде нам не это сильно не понравилось ну такая страна а где вот так говорили в частном порядке где-то на нас ничего не срабатывал турция вы поедете там турции прекрасные люди как они нам помогли нас задержали там русская мафия нас окружили 12 часов на прицеле держали я сказал нигде никуда молиться и по они когда смену мафия передавала и один проходит мимо сразу старший горит этих нам не взять этих нам не взять почему мы на молитве на нас тысячи людей смотрели мы 12 часов стояли на ветру на молитве так бог сделал видишь как и поэтому мы жизнью своей должны показать что мы тоже не такие как думают о русских что русские это обязательно пьянь обязательно такие варьё у нас этого нет мы трезвые и ничего не воруем трезвые абсолютно в рот не берем нигде и никогда мы не свиноеды у нас мяса вообще нет никакого его не бывает не считая птичина там вот тебе голубков я даю там а остальное нет рыба там есть и прочее мы должны доказать что христиане люди честные и какие бы ни были другие веры со христом быть лучше он спаситель он умер за грехи наши наказание за грех смерти избавиться чтобы кто-то за меня умер никто как говорил этот чингиз айтматов мусульманин писатель герой социалистического труда когда брали у нее интервью он ответил так почему ты мусульманина взял христианина героем сделал магомед много сделал хорошего но умер говорит за людей христос весь ответом калистрат какой-то плохо когда он написал все у меня во славу божию давай сюда